за ручки уже уже заходит можете начать сколько у нас была цифра уважаемые коллеги мы еще ждем одну минуту и будем начинать спасибо 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 можете начинать слышно глубоко уважаемые коллеги слышно видно нас отменить пожалуйста в чате уважаемые коллеги позвольте открыть данный вебинар на самом деле данный вебинар это уже второй наш совместный вебинар с компанией General Electric я хочу от лица международного медицинского кластера поприветствовать вас и поблагодарить компанию General Electric наше взаимодействие началось во время реализации международного медицинского кластера выездного симуляционного центра в ковид-центре Вороновское тогда компания General Electric откликнулась и помогла нам организовать первый вебинар для врачей этой клиники и как вы видите этот проект постепенно перерастает в большой проект стратегический для фонда международного медицинского кластера мы сейчас находимся в учебном классе который мы создали вместе с компанией General Electric и мы надеемся что период карантина период пандемии скоро будет завершен и мы сможем открыть двери для того чтобы обучать в этом классе совместно с General Electric врачи ультразвуковой диагностики к сожалению генеральный директор не смог присутствовать на данном вебинаре позвольте поэтому передать приветственное слово доктору медицинских наук профессору и директору по экспертной работе Александру Федоровичу Завалко спасибо большое уважаемые организаторы уважаемые коллеги от администрации фонда от всех сотрудников фонда от себя лично разрешите поприветствовать вас на этом мероприятии посвященном ультразвуковой диагностике которая проходит в онлайн пространстве как сейчас это принято но с базой в стенах нашего фонда миссией фонда международного медицинского кластера является трансфер лучших медицинских знаний лучших медицинских технологий на нашу территорию на территорию Москвы на территорию Российской Федерации и вы уже знаете сейчас на нашей территории активно работает израильская клиника Хадаса заключено соглашение уже начато строительство клиники Страсбургского университетского госпиталя многопрофильной клиники реабилитационного центра Арпея и других участников и мы все с вами прекрасно понимаем что трансфер медицинских знаний и трансфер медицинских технологий он просто невозможен без организации образовательных платформ и на базе международного медицинского кластера организовано образовательные мероприятия которые проводятся на протяжении уже более чем трех лет с большим успехом большая часть этих мероприятий посвящена организация здравоохранения организация оказания медицинской сестринской помощи обмена опытом с израильской нашей клиникой и вот одно из этих мероприятий это ультразвуковая диагностика и использование ультразвуковых методов исследования в современной клинической практике взаимодействие с нашими партнерами с General Electric FieldCare а также с нашими экспертного профиля специалистами которые проводят семинары вызвал положительный отклик семинар который проходил у нас в июне месяца пользуется большой популярностью и мы очень надеемся и рассчитываем что образовательные мероприятия по УЗИ-диагностике будут дальше внедряться и дальше развиваться на базе наших платформ настоящий вебинар на мой взгляд очень актуален поскольку тема ультразвукового исследования лёгких в период COVID-19 инфекции крайне важен в связи с перегрузкой компьютерной томографии диагностики патологии лёгких в связи с необходимостью динамической оценки состояния лёгких у пациентов которые находятся на лечении в стационарах в связи с возможностью мобильной диагностики перемещения методов диагностики а ультразвуковых метод исследований как раз очень мобилен ну и неинвазивностью данных методов разрешите мне поприветствовать вас еще раз в стенах или в интернет пространстве нашего международного медицинского кластера и пожелать всем успеха в работе учебе и в получении новых знаний спасибо 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 И я с огромным удовольствием хочу открыть этот вебинар и, наверное, новую главу в нашем взаимодействии с Международным медицинским кластером Сколково. И для нас это такая очередная большая веха нашего пути по образованию. 11 лет назад мы открыли первую Джейхаллские академию в Москве в нашем офисе в Москва-Сити. И, наверное, мы даже предположить не могли, что через 10 лет у нас будет уже более 6 центров по стране и странам СИС, как мы их называем, бывшим постсоветским странам. А также мы начнем открывать центры на базе таких ведущих медицинских учреждений Москвы и России, как мы это делаем сейчас. И, наверное, вот наш приход в Сколково, вот на это наше взаимное притяжение, которое осуществилось, оно стало, наверное, закономерным, потому что Джейхаллские пытаются внедрять инновационные методы в диагностике. И Сколково пытается, да, и медицинский кластер Сколково пытается внедрять современные методы. И, наверное, это еще одна возможность показать нам, что ультразвук — это не только сама система, да, это еще и более широкие возможности. Это искусственный интеллект, это и возможность трансфера данных на станцию, например, Эхопак, да, для обработки данных, для обучения врачей и для получения всевозможной статистики, которая позволяет, в том числе и наши новые продукты, такие как Viewpoint, который придет вот-вот в кардиологию, мы ожидаем в начале года, и масса других возможностей по аналитике, статистике, искусственному интеллекту, который позволит врачам быстрее ставить диагнозы, быстрее обрабатывать тот совершенно невероятный поток пациентов, который периодически случается. И, конечно, вот эта ситуация с COVID, которая, наверное, подтолкнула еще один очень важный этап обучения — это онлайн-обучение. Мы давно им занимаемся, но вот ситуация с COVID, она, конечно, такое невероятное ускорение придала этому процессу, и где-то мы даже находим это чуть более удобным, потому что не нужно ехать в другой город или не нужно ехать на какую-то базу. Можно послушать те лекции, которые вам интересны, и пропускать то, что вы хорошо знаете. Но это не исключает, конечно, очного общения, когда уважаемые профессора, уважаемые доктора наук смогут вам лично что-то продемонстрировать, поправить, подержать руку. И это, конечно, возможно только с помощью вот таких классов. Я с удовольствием смотрю, насколько прекрасно он сделан, оформлен. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим партнерам и Илье Михайловичу, который приложил максимум усилия для того, чтобы это случилось, несмотря на вот этот тяжелый ковидный период. Нас ничто не остановит. Мы все сделаем для того, чтобы знания доходили и до самых дальних уголков нашей Родины, и врачи имели возможность учиться вот в таких замечательных классах. Я с удовольствием приветствую вас сегодня и надеюсь, что это только начало нашего долгого-долгого совместного пути. Спасибо большое. Спасибо большое, Альбина Викторовна. И, собственно, слово передается Илье Михайловичу, без которого создание этого проекта было бы невозможным. Это тот человек, который сопровождал наш совместный проект с первых шагов. Я надеюсь, что вот этими первыми шагами мы скоро придем к большому образовательному проекту. И, как сказала Альбина Викторовна, сможем доносить те знания, которые необходимы врачам, и которые позволят работать нашему здравоохранению лучше. И качественнее. Илья Михайлович. Большое спасибо, Альбина Викторовна, за представление. Коллеги, мы начинаем нашу вторую серию лекций, посвященных отрозуковой диагностике ковидных пациентов. И знаю, еще мы надеялись, что, может быть, осень станет неактуальны для этой темы. К сожалению, это не так. С другой стороны, у нас набралось очень много интересных и полезных данных и в ультразвуке, и в клинической картине. И поэтому сегодня мне хочется презентовать и представить нашего лектора Сафарову Айтен Флаговну, профессора, доктор медицинских наук, который предоставит информацию по заявленной теме. Добрый вечер, ваши коллеги. Спасибо большое, Илья Михайлович. Добрый вечер, Александр Федорович, Альбина Викторовна. Я очень рада вас приветствовать, видеть, и спасибо большое за приглашение. Я почти за честь участвовать в открытии такого замечательного центра. Я думаю, что это будет на благо всем нам. И также надеюсь на такое совместное сотрудничество со всеми. Коллеги, еще хочется сказать, что у нас есть секция «Вопросы и ответы». Будьте добры, оставляйте свои вопросы. Я буду мониторировать эти вопросы, и в конце мы организуем 15-20 минут сессии «Ответы на вопросы». Оставляйте, пожалуйста. Это информация. Да, да, спасибо. Все открылось, все видно, да? Да, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, абсолютно верно сегодня подметили и Александр Федорович, и Илья Михайлович о том, что накопилось очень много данных о применении ультразвукового исследования в эпоху COVID-19. Этот метод действительно приобрел большую популярность ввиду настроения инвазивности, портативности и достаточно высокой диагностической точности, то есть тех или иных состояний, которые мы наблюдаем у пациента с поражением легких при COVID-19. Но прежде чем говорить о пандемии, о применении в эпоху COVID-19, мне бы хотелось совершить небольшой ракурс в несколько исторических историй и вспомнить эпидемию лихорадки Эбола. И в связи с этим я бы хотела представить данные Патрисии Хенбут, это доктор интенсивной терапии из Бостона. У нее был опыт работы в госпитале в Западной Африке, как раз пандемию лихорадки Эболы. И она говорит о том, что несмотря на то, что у нее был такой хороший опыт интенсивной терапии и тем не менее неизвестное заболевание, наличие средств индивидуальной защиты, все это индивидуальные средства индивидуальной защиты, это по сути физический барьер, который не позволял обследовать пациентов, не позволяло проводить аускультацию, перкуссию и так далее. То есть невозможно было оценить состояние пациентов. И в таких ситуациях доктора нуждались в дополнительных диагностических методиках. И, собственно, Патрисия Хенбут получила одобрение внедрения ультразвукового исследования легким алгоритмом диагностики состояния пациентов с этим заболеванием. И, собственно, это ее обращение к тому, что ультразвуковое исследование легких как раз тот инструмент, который мы можем применять в эпоху эпидемии эболы не только по всем органам, в том числе и по дыхательной системе. И что применение ультразвукового исследования легких у этих пациентов именно помогает в экспертной оценке дыхательной недостаточности, одышки. Как известно, одышка была связана с очень высокой смертностью при рихорадке эболы и позволяет выявить признаки, которые предусполагают к отеку, к кровотечению, к инфекции, к развитию острого респираторного достресс-синдрома. И, собственно, она говорила о том, что клиницисты могут рассмотреть возможность серийного обследования легких на основании респираторного статуса. Но надо сказать, что к этому времени и к настоящему времени накопилось очень много информации о том, что ультразвуковое исследование легких имеет очень высокую специфичность и чувствительность в выявлении интерсоциального отека, кардиогенного генеза, а также высокую специфичность и чувствительность при диагностике пневмонии. Вот здесь посмотрите, какая большая выборка, более 1000 человек, 10 исследований из них, 6 исследований проведены у взрослых людей, находящихся в терапевтических отделениях и интенсивной терапии, и 4 исследования – это пациенты, находящиеся в терролом состоянии. И по сравнению с компьютерной томографией и с аналогическими исследованиями было получено, что ультразвуковое исследование легких обладает достаточно высокой чувствительностью, более 90%, 95-96% и высокой специфичностью, в некоторых случаях даже до 100% доходящиеся по сравнению с компьютерной томографией и превосходящее рентгологическое исследование органов грудной клетки. Еще один метаанализ, очень большой анализ на сегодняшний день, это в 14 исследованиях оценивался диагностика пневмонии, в 14 диагностике острой сердечной недостаточности и в 4 обострении хронического обструктивного заболевания легких и астмы. И тоже обратите внимание, какая хорошая получена площадь под кривой и высокая чувствительность и специфичность диагностики этих заболеваний. Итак, для того, чтобы проводить ультразвуковое исследование, на сегодняшний день исследователи предлагают различные протоколы. Как известно, легкие – это достаточно большой орган. И самое важное – обследовать все доли, то есть применить, неважно, какую мы методику применяем, наша задача – исследовать все доли, все 5 долей легкого. Понятно, что если речь идет о интерсциальном отеке кардиогенного генеза, то исследование лучше начинать с передней поверхности грудной клетки. Если пациент с поражением легких при пневмонии, то исследование рекомендуется начинать с нижних долей задней поверхности грудной клетки. Имеется так называемый алфавит ультразвуковых паттернов, который мы наблюдаем при исследовании легких. Это А-линии, Б-линии, З-линии, артефакт хвоста кометы, Е-линии – это то, что мы видим у здоровых людей. Об этом я буду чуть позже подробнее говорить. И надо сказать, что нормальный легкий фейсерспираторный статус связан с плевральной линией. Мы как раз первое, на что обращаем внимание при исследовании легких – это плевральная линия. Это белая гиперэхогенная линия. По сути, мы видим висцеральную плевру. По сути, это артефакт. И, наконец, мы видим вот такие А-линии или вертикальные, извините, горизонтальные полукольца. Это эффекты реверберации от плевральной линии. И обратите внимание, здесь проскакивает вот такой лучик. Это луч, как раз это и есть, Б-линии. Вертикальные гиперэхогенные артефакты или артефакты, которые отходят от междольковых перегородок. В норме они могут быть не более 1-2-3 в одном межреберном промежутке. И при развитии интерсального отека, при развитии пневмонии, их количество увеличивается. Они могут быть дискретными, они могут сливаться и вплоть до белого легкого. Ну и, наконец, конечно же, нужно говорить о том, что для нормального легкого есть такое понятие, как скольжение легкого. То есть вестеральная плевра прилегает к парикимии легкого и движется вместе с ней. То есть такое скользящее движение. Вот это скольжение легкого может быть как в норме, так и при патологии. Оно отсутствует при пневмотораксе. Но и при развитии воспаления, когда легочная ткань заполняется секретом внутри альвеол, мы видим такой артефакт, как признак рваной линии. Что это такое? То есть образуется так называемая граница между аэрированной и дезаэрированной тканью легкого. Мы видим гипотизацию ткани, то есть легочная ткань становится плотной, она плотняется и по своей плотности напоминает ткань печени. Ну, на сегодняшний день уже четкие есть отличительные утрозвуковые особенности при различных причинах альвеолярного интерфициального синдрома. То есть мы можем четко ответить на вопросы у пациента, имеет место острый кардиогенный отек легких или острое повреждение легких, острый респираторный тест-стресс-синдром или же интерсоциальное пневмоние. Безусловно, мы должны ориентироваться на клиническое течение. И важную роль играет в дифференциальной диагностике этих состояний, количества и наличия были линии. Для острого кардиогенного отека легких характерны множественные двухсторонние или диффузные былинии, особенно на передней поверхности легких. При этом, обратите внимание, морфология плевры не меняется, она остается тонкой, гладкой. Для острого кардиогенного отека легких не характерны наличие субплевральной консолидации. Для отека легкого кардиогенного генеза характерны двусторонний плевральный выпад. Ну и, конечно же, утрозвуковое исследование легких обязательно нужно сочетать с эхокардиографическим исследованием. Как правило, причиной этого отека является или систолическая дисфункция, или нарушение клапанного аппарата сердца. Для острого повреждения легких характерно острое начало с рассеянными диффузными двухсторонними множественными былиниями при утрозвуковом исследовании легких. И в отличие от острого кардиогенного отека легких, мы тут обращаем внимание на морфологию плевры. Плевра будет неправильная, нерегулярная, она будет утолщенная, будут присутствовать субплевральные утолщения или субплевральные консолидации. И, как правило, приехав к кардиографии в начале заболевания, мы не видим какой-либо патологии. Для интерсциальной пневмонии характерно гетерогенное распределение былиний, особенно в базальных отделах. Также будет изменяться морфология плевры, могут быть субплевральные консолидации вплоть до транслобальной консолидации. Для интерсальной пневмонии не характерно наличие плеврального выпада. И что касается эхокардиографии, то, как правило, уже при длительном течении мы можем увидеть наличие дисфункции правого желудочка и легочную гипертезию. Вот все эти знания о артефактах, которые мы видим при ультразвуковом исследовании легких, при различных заболеваниях, они выделились в три известных уже протокола, которые используются в неотложной терапии, в неотложной кардиологии. Это прикроватное ультразвуковое исследование. Если говорить о блю протоколе, это первый протокол, который вообще появился после исследования пациентов на предмет дифференциальной диагностики острой одышки. То есть при помощи этого протокола, при помощи ультразвукового исследования легких, мы можем дать ответ на то, какая причина острой дыхательной недостаточности. Это связано с отеком легкого или с пневмонией. Также можем дифференцировать наличие или отсутствие пневмоторакса, тромбоэмболии легочной артерии и обострение хронической обструктивной болезни легких или астмы. Что касается протокола ФАСС, по сути, сюда также внедрен блю протокол. И совместно с эхокардиографией этот протокол отвечает на вопрос, какова причина острой недостаточности кровообращения. Существует еще один алгоритм, очень важный алгоритм, который применяется у пациентов с острой остановкой сердечной деятельности. Как известно, причиной остановки сердечной деятельности является не только аритмогенная причина, не только нарушение желудочкового ритма, желудочковая тахиаритмия, но в то же время это может быть тампонада сердца, это может быть гиповолиемия. И во всех этих напряженных пневмоторах, во всех этих состояниях ультразвуковое исследование легких наряду с эхокардиографией дает очень большую диагностическую, диагностическую подспорье, помощь для врача интенсивной терапии, что очень важно для принятия решений и терапии пациента. Ну и что касается коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день накопилось очень много данных. Есть метаанализы, есть обзоры, есть исследования, сравнение этих ультразвукового исследования легких с рентгологическими исследованиями, с компьютерной томографией. И мне бы хотелось сегодня остановиться на том, что уже на сегодняшний день мы можем использовать ультразвуковое исследование легких при различных сценариях, при развитии коронавирусной инфекции, при подозрении на поражение COVID-19. Как амбулаторно, на дому. Это очень удобно. Во-первых, и связано со временем, и если это только подозрение, то есть мы с эпидемиологической точки зрения, это тоже очень хорошо. В отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, не только для диагностики и выделения терапии, но и для стратификации риска, для мониторинга субклинического легочного ухудшения. И, конечно же, мы можем при помощи ультразвукового исследования легких проконтролировать ответ на лечение. У этого метода, как мы уже говорили, очень много преимуществ, таких как портативность, быстрый, это прикроватный метод, более чувствительный, чем терапевтическое исследование органов грудной клетки. Оно может предсказать клиническое ухудшение, может помочь дифференциальной диагностике острой одышки. Но нельзя забывать о подводных камнях, о том, что у этого метода, как и у всех методов, имеются свои ограничения. В частности, ограничения, связанные в том числе и с тем, насколько обучен исследователь, то есть врач ультразвуковой или функциональной диагностики, связаны также и с определенным опытом, связаны с тем, где находятся эти изменения, я имею в виду, если это связано, поражения легких больше прикорневые. Но для коронавирусной инфекции, поражения легких, как вы знаете, характерны больше периферические изменения, периферические нарушения, которые мы как раз и очень хорошо видим при помощи ультразвука. Ну и, конечно, на сегодняшний день нет еще таких больших клинических исследований, которые бы однозначно ответили нам на вопрос. Но, тем не менее, на сегодняшний день уже ясно, что ультразвуковое исследование легких – это очень хороший диагностический метод, бесценный метод, как для диагностики, для мониторинга, для мониторинга от лечения, а также для стратификации риска у пациента с коронавирусной инфекцией и поражением легких. Что касается схем ультразвукового исследования легких у пациентов с COVID-19, исследователи предлагают разделение грудной клетки на 12 или 14 или 16 зон. Мы также придерживаемся в нашей клинике методики исследования на 16 зон, то есть грудная клетка разделяется, как вы видите, с каждой стороны на 4 зоны, то есть это передняя от парастердальной до передней подмышечной, от передней подмышечной до средней подмышечной, средней подмышечной, задней подмышечной и до паравентербральной линии. И, наконец, передняя и нижняя доли – это от ключицы до четвертого ребра и от четвертого ребра до диафрагмы. В некоторых протоколах боковые сегменты или боковые доли объединяются, но мы считаем, что нужно разделять боковые сегменты, боковые доли на передние и на задние, потому что пациенты, которые находятся в фронт-позиции или на искусственной изделяции легких, нуждаются в динамическом наблюдении. И вот такое разделение именно боковой зоны, боковой зоны грудной клетки, поверхности грудной клетки дает нам большую информацию. По сути, вот этот протокол, это модифицированный протокол, который был утвержден и показал свою хорошую диагностическую значимость у пациентов с острым респираторным диафрагмы. Ну и вы видите, здесь показывают, если пациент находится в фронт-позиции, то нужно по возможности обследовать доступные исследования. Ну, имеется несколько разновидностей протоколов ультурозвукового исследования, в частности, вот этот протокол внедрен в нашу клинику. Это разделение на доли справа и слева, и в эти ячейки необходимо вписывать те изменения, те артефакты, которые мы видим. А также предлагается, возможно, и проведение такого, заполнение такого чек-листа с указанием, какие изменения плевральные линии, регулярные, нерегулярные, б-линии, субплевральных каких-то изменений. И, то есть, можно пользоваться такими протоколами, чек-листами, главное зафиксировать все эти изменения для того, чтобы в дальнейшем в динамике отследить течение заболевания. Что же, какие же изменения мы видим при поражении легких при COVID-19? Прежде всего, это появление множественных вот этих б-линий, которые, они могут быть одиночными и чаще все-таки сливаются. Но, в отличие от интерсоциального синдрома, который характерен для кардиогенного генеза, одышки, эти б-линии, они будут локально над местом поражения. И, так называемые патчи б-линий. Дальше, это очень важный, это такая, так называемый артефакт или такой признак, как нерегулярность и прерывистость, а также утолщение плевральной линии. Вот вы здесь видите, вот, да, какая-то рванная линия. Еще один признак – это наличие консолидации или уплотнений. При этом консолидации могут быть небольшими, до сантиметра. И большие консолидации, более сантиметра, иногда они могут быть даже транслобантами с наличием или отсутствием аэробронхограмма. Аэробронхограмма – то есть остаточный воздух в бронхеолах. Что является очень таким патогмоничным признаком, в том числе и пневмонии. Но надо сказать, что все эти изменения мы можем проследить в течение заболевания, то есть при ухудшении заболевания. И вы видите вот здесь паттерны, которые характерны для уверенных, тяжелых и критических изменений. То есть если мы говорим о здоровом сердце, о полной аэрации, то мы с вами эти полукольца. И при частичной аэрации увеличивается количество этих бы линий, вплоть до их слияния. Вот эти бы линии, слияния бы линий, как раз и будут уплотнения при компьютерной томографии в виде этого матового стекла. Вот то, что мы с вами как раз и говорим. Далее это периферические уплотнения. Мы их на компьютерной томографии, мы их видим в виде субплевральной консолидации. И, наконец, большие транслобальные, большие консолидации у нас будут также видны в виде больших зон уплотнения с воздушными бронхограммами. И, как я уже сказала, для поражения легких при ковиде не характерно наличие плеврального выпада. Вы знаете, что на сегодняшний день существует такая теория о том, что поражение легких при ковиде течет по двум направлениям. Имеется два фенотипа пневмонии. Это L-тип и H-тип. Для L-типа характерна низкоэластичность и высокая комплоентность. И количество невентилируемых тканей здесь небольшое. И как раз для L-типа характерно наличие сливающейся бы линии. И на компьютерной томографии мы с вами можем это видеть в виде участков матового стекла. Что касается H-тип, это тип с высокой эластичностью и низкой податливостью дыхательной системы. И вот здесь как раз для этого характерно выражены консолидации. И мы при утрозвуковом исследовании сердца также видим признаки консолидации. Обратите внимание, насколько здесь изменена плевральная линия прерывистая, утолщенная. Далее мы видим участки гепатизации. Признак рвадной линии, вот эта граница между пораженной и непораженной тканью, которая имеет очень высокую чувствительность и диагностическую точность. Вот эти признаки для выявления консолидации при утрозвуковом исследовании лёгких. И как известно, эти фенотипы, то есть L-тип может перетекать в H-тип, то есть динамическое наблюдение пациента может нам помочь в определении как фенотипов пневмонии, так и в течение самого заболевания. Существует шкала оценки тяжести поражения лёгких при COVID-19. Если при этом мы оцениваем каждую долю, если речь идёт о 16-ти зональном протоколе, о котором я вам сегодня говорила, то есть в каждой зоне мы оцениваем наличие степени потери воздушности лёгких. Ноль – это норма, когда мы видим горизонтальные линии или Б-линии менее трёх. Далее это один балл, это умеренная степень, когда множественные Б-линии, их более трёх или они сливные, но они занимают менее половины всех болей без сублевральных поражений. Исследователи предлагают в данном случае, если у пациента имеются сливные Б-линии, но менее 50%, но при этом мы видим сублевральное поражение, то это обозначается как 1П. Далее это тяжёлая степень потери воздушности лёгких, множественные Б-линии, когда сливные Б-линии занимают более 50% всех болей. И, наконец, 2П – это когда появляются при этом ещё и сублевральные поражения, и полная потеря воздушности обозначает балл 3, то есть это наличие консолидации с или без аэробранхограммы. Таким образом, 0 – это отвечает за нормальное, то есть воздушность лёгких. И, наконец, 36 баллов – это тот балл, который присваивается в том случае, когда мы имеем место тяжёлого поражения лёгких. Но посмотрите, то есть вот нормальная лёгкая, мы видим плевральную линию, это тёмная тень от рёбер. Плевральная линия – всё, что выше – это ткани от грудной, мягкие ткани грудной клетки. Всё, что ниже – это ткань лёгкого, мы с вами здесь видим горизонт А-линия. Это нормальная лёгкая белая, без наличия торциального синдрома. И следующий скородин, когда появляется гиперхогенная структура или Б-линия, которая доходит до конца, для Б-линии характерно то, что она доходит до конца удрозвукового окна. И в некоторых работах это отмечается как световой луч, а также говорят, что это как водопад, признак водопада. Особенно у пациентов в начальной стадии при поражениях лёгких, если выявляются единичные вот такие лучи, то это является начальными признаками поражения лёгких при COVID-19. Дальше, вот обратите внимание, скоро один субплевральная консолидация, когда имеются вот эти Б-линии, менее 50% и небольшая субплевральная консолидация. Скор-2, это или более 50% от исследуемой зоны, с наличием субплевральных мелких консолидаций, эти, как правило, меньше 1 см, ну и наконец, Скор-3, это большая субплевральная консолидация. Что касается оценки тяжести поражения лёгких при КТ, ну, мы с вами привыкли, когда нам говорят процент поражения, также оценивается каждая доля лёгкого процента поражения, от 0 до 100%, то есть если от 1 до 25, то говорят КТ-1, если 26, 50, это КТ-2, 51, 75, КТ-3, и на конец КТ-4, если речь идёт о поражении более 76%. Но также имеется и бальная система, то есть при наличии поражений менее 25, это 1, менее 50, а 26, это 2, 3 и 4 и так далее. То есть суммируются опять-таки эти баллы точно так же по всем пяти долям лёгкого. Так вот, при корреляции между бальной оценкой тяжести поражения лёгких по компьютерной томографии органов грудной клетки и ультразвуковому исследованию лёгких была выявлена очень хорошая такая внутригрупповая корреляция, видите, очень достаточно большая согласованность и с хорошей площадью АУК под кривой при рок-анализе, что говорит о том, что ультразвуковое исследование лёгких, оценка и метабальная оценка тяжести поражения лёгких имеет достаточно хорошую специфичность и чувствительность по сравнению с компьютерной томографией и с компьютерной томографией. УЗИ лёгких можно использовать, как я уже говорила, для мониторинга прогрессирования пневмонии. Вот здесь представлены исследования, это 10 пациентов, которые находились в неотложной терапии с острым респираторным дезиндромом. Вот это мужчины с ожирением. И синенькими квадратиками обозначена саплевральная консолидация, и красненькими – это увеличение консолидации. И каждый день этим пациентам проводилось ультрудуковое исследование лёгких. Жёлтенькая стрелочка – это пациенты, которые были приведены на искусственную вентиляцию лёгких, то есть этот момент возникновения ИПЛ ассоциированной пневмонии. И обратите внимание, как можно мониторировать состояние пациента. Обратите внимание, здесь также указаны баллы. Вот эта сумма баллов, которая выявляется при ультрудуковом исследовании лёгких. И появление этих консолидаций привело к искусственной вентиляции лёгких и дальше уже к ИПЛ ассоциированной пневмонии. И вот таким образом можно мониторировать состояние пациентов. И в том числе для того, чтобы их экстубировать. Также немногочисленные есть данные о прогностическом значении ультрудукового исследования лёгких. Вот здесь приведён пример исследования 120 пациентов, средний возраст 65 лет, 60% мужчины. Вы видите, что из анамнеза ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, сердцахарный диабет второго типа. Больше половины пациентов страдали от реальной гипертонии, 10% курильщики. И эти пациенты были разделены на две группы, у тех, которых имелось по шкале менее 18 баллов паузи лёгких и от 19 до 36. Эти пациенты отличались по уровню цирреактивного белка. То есть те пациенты, которые имели больше 19 баллов, то есть у них были выражены воспалительный синдром, у них наблюдалась гипоальвуминурия, у них наблюдалась лимфоцитопения. И, посмотрите, сатурация кислорода на воздухе была достоверно меньше, чем у пациентов, у которых сумма баллов была менее 18. Пациенты были разделены также на тяжести заболевания по насыщению кислородов, то есть незначительное, более 94% насыщения кислорода на воздухе. Умеренная тяжесть заболевания, это потребность неинвазивного, альтернативного кислорода и тяжелые пациенты, которые нуждались в искусственной вентиляции легких. И обратите внимание на шкалу ультразвукового исследования легких. Конечно же, у пациентов с умеренной и тяжелым течением было достоверно большее значение баллов, чем у пациентов с незначительной тяжестью течения заболевания. И при исследовании параметров было выявлено преди... ...клинического ухудшения и смертности ОПИ-19 было выявлено, что именно шкала, сама шкала УЗИ легких коррелирует со смертностью и с интубацией, а также с комбинированной точкой, то есть и с интубацией, и со смертностью. Шкала УЗИ более 18, тоже посмотрите, то есть если у пациента эта шкала превышала 18, то у него возрастал относительный риск смерти 2,65. А насколько возрастало у него относительный риск интубации и комбинированной точки. Но здесь приведен пример динамического наблюдения ультразвуковых паттернов у пациентов с ухудшением клинического состояния. Посмотрите, по передней стенке абсолютно нормальная, легкая. Мы с вами видим здесь плевральную линию без каких-либо других дополнительных артефактов. И посмотрите, что стало множественной B-линией, сливающейся B-линией. Дальше, боковой стеночке, вот этот луч, световой луч, о котором я говорила, что это начало заболевания, во что выливаются множественные B-линии. И, наконец, на задних базальных отделах мы видим множественные B-линии, которые трансформировались в достаточно крупный очаг консолидации. И, наконец, для выявления предикторов клинического течения, когда исследовали при многомерном регрессионном анализе предупреждения, было выявлено, что пациенты, имеющие шкалу более 18, имели худшую выживаемость и более частую смерть и комбинированная точка, и нуждались в механической вентиляции. Ну и свою презентацию я бы хотела закончить клиническим примером. Этот пациент поступал к нам в ковидное отделение, мужчина 34 лет, без каких-либо хронических заболеваний, был госпитализирован с лихорадкой, без дыхательной недостаточности, и на догоспитальном этапе принял однократный гидроксихлорохин и азитробицин. Но он отмечал выраженную тостну, то есть в связи с чем в стационаре была смена терапии на фавиперавер. То есть он, когда поступал, температура была выше 38, и 38, при этом сатурация кислорода на воздухе 98%, и при этом пациенту было приведено в день исследования компьютерной томографии брунтной клетки, и далее на 3, видите, на 8, 11 и при выписке было проведено ультразвуковое исследование легких. Но по лабораторным данным при поступлении у него нет каких-либо особых изменений, ему была назначена необходимая терапия. Далее участки здесь небольшой процент поражения, и при ультразвуковом исследовании легких мы видим слева вот как раз в этих зонах видим субплибральную консолидацию. Здесь, обратите внимание, это множественные былини, указывающие на наличие этого матового стекла. На 3-е сутки у пациента повысилась температура и упала дальше падала сатурация кислорода. Ему было проведено ультразвуковое исследование легких, и в то же время обратите внимание, по крови стал нарастать цереактивный белок, то есть воспалительные маркеры, и в то же время у него были выражены печёночные изменения, ферменты, что в общем было связано с токсическим воздействием принимаемых препаратов вазеперавира. Собственно, он был потом как вы видите отменен. И пациенту смотрите при исследовании при ухудшении было проведено и КТ, и ультразвуковое исследование, вы видите здесь увеличение зоны поражения, и у пациента также при ультразвуковом исследовании практически во всех долях мы видим выраженные изменения, видим множественных В-линий и субплевральных и плевральных консолидаций. И наконец пациент далее ему было назначено гормональная терапия, и дальше пациент пошел на поправку и перед выпиской было проведено как компьютерная томография, так и ультразвуковое исследование легких и выявлена положительная динамика в виде уплотнения зон поражения вплоть до участков консолидации и формирования четких контров зон поражения. И вы видите, что некоторые зоны уже даже без каких-либо изменений, но тем не менее сохраняющимися зонами консолидации и субплевральной консолидации. Но пациент был выписан с клиническим улучшением и через два месяца он к нам пришел на повторное исследование. При ультразвуковом исследовании легких у него не было выявлено каких-либо изменений, лишь небольшое утолщение плевральной линии в базальных отделах. Ну и собственно на этом я бы хотела закончить свою презентацию. Я призываю наших коллег особенно в отделениях неотложной терапии при работе с пациентами коронавирусной инфекции применять ультразвуковое исследование легких как метод достаточно простой в использовании достаточно простой удобный и информативный не только для диагностики для сортировки пациента в приемном например отделении но в том числе для мониторинга состояния пациента. Ну и не забывайте о собственной защите берегите себя спасибо большое. Большое спасибо за прекрасную лекцию пока наши уважаемые участники пока наши уважаемые участники думают о своих вопросах разрешите я задам несколько вопросов которые у меня появились мы живем уже в ситуации ковида больше чем полугода полгода и за это время менялись подходы к лечению и к ведению и к диагностике скажите каким образом у вас изменялось отношение к использованию ультразвука на протяжении этих шести месяцев потому что я видел что в литературе появлялись и достаточно критичные статьи относительно ультразвука вот что вы думаете больше оптимизма меньше оптимизма это информация алло да слышно слышно да илья действительно очень хороший вопрос как я сказала в своей презентации у этого метода есть как преимущества так и свои ограничения и безусловно есть пациенты у которых проведение ультразвукового исследования легких не представляется возможным это пациенты с высокой степенью ожирения когда ультразвуковой лучность по чисто физическим законам не может проникнуть в легочную ткань и в общем выдать нам информацию которая нам нужна не всегда пациенты к сожалению которые находились в состоянии в тяжелом состоянии в ковидном корпусе соглашались на это исследование но это связано с особенностью безусловно и с особенностью этого заболевания пациента действительно себя чувствует очень тяжело и первое время было очень сложно у нас был до применения при ковиде опыт очень хороший опыт применения ультразвукового исследования у пациентов дыхательной недостаточности острой дыхательной недостаточности в центре сердечной недостаточности и также у пациентов с пневмонией то есть мы тратили на это исследование если речь идет о дифференциальной диагностике дыхательной недостаточности не больше трех минут а при диагностике пневмонии не более 10-12 минут то в начале у пациентов с поражением при ковиде поражением легких при ковиде Исследование легких занимало иногда до 30 минут, от 20 до 30 минут. Это было первое время, потому что мы были в средствах индивидуальной защиты, мы были в перчатках, мы были в очках. Это все, безусловно, затрудняло исследование, но по мере того, как мы ежедневно и неоднократно делали это исследование, можно сказать, что наше время исследования сокращалось до 15-17 минут в зависимости от конституции пациента. Да, первое время не совсем мы понимали, какие данные мы получаем, но у нас на сегодняшний день существует достаточно большая база данных, которые мы получили у пациентов, неоднократно мы им проводили. Мы сейчас проводим, как раз анализируем эту базу данных, и я очень надеюсь, что в скором времени мы их предоставим всеобщему вниманию. И уже могу сказать, что получаются очень хорошие результаты. У нас также получается, забегая вперед, скажу, что очень хорошая корреляция между суммой баллов при утрозковом исследовании для оценки тяжести пациентов. И суммой баллов и степенью поражения при компьютерной томографии. И надо сказать, что мы нашли очень большую корреляцию в том числе и не только с противовоспалительными дентимаркерами, но в том числе и с увеличением додимера, который очень часто мы наблюдаем у наших пациентов. Да, критика должна быть, это здоровая критика. Без критики не может развиваться ни одно исследование. Поэтому, безусловно, к ней надо прислушиваться и с определенной долей самокритики и критики относиться к исследованиям, которые мы получаем. Но в то же время нельзя умалять достоинства этого метода. И при этом об этом говорят многие исследователи, начиная от наших китайских исследователей, у которых все это началось. Итальянские ученые этому придают очень большое значение. Ну и, собственно, и в Москве, я знаю, что во многих центрах ультразвуковое исследование легких у пациента с ковидом очень весьма часто применяется и очень эффективно. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, я его задавал 6 месяцев тому назад, может быть, у вас поменялась точка зрения. Мы знаем, что классность прибора влияет на точность диагностики. Вот если мы говорим о ультразвуковом исследовании легких, все-таки какова зависимость точности от классности и ваше отношение к компактным, ультракомпактным аппаратам? Я бы сказала, что на исследование влияет, безусловно, класс, чем выше класс прибора, тем лучше те данные, которые мы получаем. Но я понимаю, что мы должны пользоваться тем, что у нас есть. Мы использовали портативный аппарат Vivid IQ, и он показал очень хорошую воспроизводимость. И я бы больше сказала, я больше люблю работать комплексным датчиком, потому что та частота, которую дает комплексный датчик, она идеальна для выявления тех или иных изменений у пациентов с любой конституцией. Единственное, линейному датчику мы можем предъявить, есть ли пациент худой или молодой, и нам нужно исследовать плевральную линию или субплевральную консолидацию. Но в целом мне очень нравится именно работать комплексным датчиком. Портативные аппараты, безусловно, они играют транспортировать от пациента. Можно делать исследования непосредственно у постели пациента. Дальше мы можем надевать чехлы, защитные чехлы, что необходимо, и на датчики, и на сам аппарат, и сам на монитор. И современные приборы ультразвуковые, в частности, я говорю о 9iQ, они позволяют обрабатывать абсолютно без какого-либо вреда всю поверхность клавиатуры и сам монитор. Ну, собственно, ну и, наверное, можно добавить, что на сегодняшний день существуют такие карманные мобильные ультразвуковые устройства, которые также позволяют проводить это исследование. Ну, можно сказать, что здесь, конечно, чуть хуже будет воспроизводимость, но, тем не менее, для сортировки пациентов да, эту методику можно очень хорошо использовать, этот прибор можно использовать. Скажите, а на каком этапе сортировки? Это может быть скорая помощь или это все-таки приемное отделение? Вы знаете, я бы сказала, что начиная со скорой помощи. Со скорой помощи, может, даже это можно дать в руки врача, который приходит на дом, да, это семейный врач, врач участковый. Это можно обучить. Надо сказать, что обучить этой методике очень легко. Достаточно провести самому это исследование несколько, ну, два-три дня поработать самостоятельно и приобрести хороший навык. Ну, наверное, все-таки необходим сертификат, правильно, в тузыковой диагностике, как вы считаете? Потому что здесь было несколько вопросов, во-первых, о легальности выполнения того или иного исследования. Может ли врач в функциональной диагностике смотреть, был вопрос, легкий с помощью ультразвука? Как вы считаете? Ну, Илья Михайлович, я бы сказала так. Ультразвуковым исследованием должен уметь пользоваться любой врач. Может быть, меня сейчас многие не поймут, но врачи неотложной терапии, они должны пользоваться и должны уметь пользоваться теми короткими протоколами, в частности, я говорю о фокусе, да, о фаз-протоколах, которые необходимо применять для быстрой диагностики. Дело в том, что не всегда мы можем сразу же вызвать врача функциональной или ультразвуковой диагностики в той или иной эргентной ситуации. И нужно, ну, вот сейчас понять причину. Это может быть тампонады сердца, это может быть разрыв миокарда, да, это может быть острый кардиогенный отёк. Но на самом деле обучить кардиолога, обучить врача интенсивной терапии, чтобы провести вот такой короткий протокол, это возможно. Это дает очень хорошие результаты. И что касается сертификата, дело в том, что если вы обратитесь к первоисточнику млю-протоколу, то там прописано, что этим исследованием могут владеть врачи интенсивной терапии, врачи-реоматологи-анестезиологи, врачи-пульмонологи, врачи-педиатры, неонатологи, пульмонологи, то есть врачи всех специальностей, которым необходимо понять, например, причину острой одышки, понять изменения в лёгких, да, то есть для этого не нужен специальный сертификат врача функциональной диагностики или врача утрозвуковой диагностики. Это моё личное мнение. Спасибо, очень интересно. Скажите, пожалуйста, уже несколько вопросов по методологии. Когда проводится исследование конвексным датчиком, какую частоту вы выбираете на датчике? Ну, та частота, которая заложена уже в аппарате, это 3,5 бигакерц конвексный датчик для исследований взрослых пациентов. Скажите, вот если мы прочерчим такую временную линию введения пациента с ковидом, какие реперные точки для ультразвукового исследования вы видите, когда его необходимо выполнять, ну, что называется, по умолчанию? Наверное, исходно, и дальше вот какие? Вы знаете, точно так же, как в обычной жизни, когда врач подходит к пациенту, он каждый день ему проводит аускультацию, измеряет артериальное давление, смотрит пульс. Пациент с ковидом, к сожалению, мы не можем позволить себе никаких-либо тактильных ощущений, мы не можем ему не измерить пульс, ни артериальное давление, артериальное давление, наверное, можем, но, тем не менее, аускультацию провести мы не можем. Поэтому проведение ультразвукового исследования лёгких даёт очень важную такую информацию. Да, при поступлении, и далее уже можно, если пациент не тяжёлый, то можно ориентироваться на как клиническую картину, то есть на сатурацию кислорода, и на биохимический и общий анализ крови. То есть если мы видим, что у пациента растут воспалительные маркёры, то, конечно, этого пациента надо сделать это зуковое исследование лёгких, чтобы выявить, нет ли у него уплотнения лёгочной ткани, нет ли, возможно, присоединившись к бактериальной пневмонии. А если пациент тяжёлый и находится в отделении интенсивной терапии, то тут вообще ежедневно нужно это делать, потому что мы можем предсказать, нужно ли этому пациенту механическая вентиляция лёгких, и можно ли, если пациент находится на искусственной вентиляции лёгких, можно ли этого пациента экстубировать и дальше уже следить за его состоянием. Спасибо. Здесь ещё вопросы относительно разных пресетов, в которых наиболее оптимально смотреть лёгкие. Пишут, что в абдоминальном пресете не очень удобно, но здесь, наверное, нужно дать какую-то сноску тогда на аппарат, что это за абдоминальный пресет. Вы в каких настройках смотрите этих пациентов на консольный пузыр? Я считаю, что это зависит от исследователя. Вот как человек привык, как врач привык, какой у него опыт исследования, вот так он должен и, собственно, и проводить исследование. Таких чётких рекомендаций нет. Если это действительно, я с вами согласна, это зависит от оборудования. Я работаю с теми настройками, которые заложены уже заводскими настройками. Единственное, что я пользуюсь гейном, глубиной сканирования, безусловно. И не могу сказать, что я очень много изменяю сами настройки. Это самое главное при исследовании сразу же настроить визуализацию при правильной линии. Раз. И второе – это глубину сканирования. Дальше уже абсолютно идёт по накатанному. То есть всё зависит от индивидуального опыта. Вы говорили о том, что вы предпочитаете конвисный датчик. Насколько визуализация с секторным датчиком может быть более ущербна? И что скажете по сектору? Что касается датчика, который мы проводим, кардиологическое исследование. Вы знаете, этим датчиком мы пользуемся, когда пациент поступает в отделение неотложной кардиологии с острой дыхательной недостаточностью для быстрого выявления причины одышки, то есть наличие интерстального отёка. Это великолепно видно кардиологическим датчиком. Но если речь идёт всё-таки о поражении лёгких, связанных с пневмонией или с COVID-19, то я предпочитаю переходить на конвексный датчик, потому что сектор больше проникновения, больше глубина проникновения, и я получаю большую информацию. Хотя, да, кардиологическим датчиком мы также можем провести исследование. Но единственное, у пациента с ожирением вы можете получить недостаточную информацию. Спасибо. Ещё один вопрос по поводу консолидации. Когда она появляется, как вы расцениваете это? Вы знаете, очень интересный вопрос. Консолидация – это уплотнение лёгочной ткани. Конечно, это надо расценивать всё в клиническом контексте. Если у пациента есть клиническая картина пневмонии, есть повышение воспалительных маркёров, и мы видим уплотнение лёгочной ткани, особенно мы видим наличие бронхоаэрограмм, динамичных именно, то это, конечно, говорит в пользу поражения лёгких, соответствующих бактериальной или вирусной инфекции. Конечно, уплотнения могут быть и при опухоли лёгкого, они могут быть при каких-то других фиброзных заболеваниях, но, безусловно, это всё нужно сочетать с клиникой. Без клинического контекста ни одно диагностическое мероприятие не имеет силу. Это, безусловно, надо это понимать и это помнить. Здесь вопрос про уплотнение, но, как я понимаю, уплотнение мы называем консолидацией, другой трактовки нет, правильно? Да, 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 да. Не надо, так кажется, поэтому мы уже ответили на этот вопрос. Технический вопрос. Это понятно, что зависит от комплекции пациента, но какая глубина у вас обычно стоит? Глубина сканирования. Проникновение? Глубина сканирования, извините. Как правило, нужно устанавливать около 12 сантиметров, и дальше уже от пациента зависит, вы уменьшаете или увеличиваете глубину. До 15 сантиметров может быть глубина сканирования. Еще один вопрос относительно, и он, мне кажется, очень важный вопрос. Можем ли мы назвать ультразвук сейчас стандартным методом исследования, входящий в протокол ковидного пациента? Это и ворота. Алло. Хороший вопрос. Если бы меня пригласили участвовать в составлении протокола, я бы сказала бы однозначно да. Но при той нагрузке, которую испытывают наши коллеги и в том количестве пациентов, которое сейчас появилось, безусловно, ультразвуковое исследование легких могло бы облегчить их задачу в сортировке пациентов и выявлении именно тех пациентов, которые действительно нужно в компьютерной томографии проводить. Ну, смотрите, если пациент поступил в тяжелую, с низкой цитурацией, допустим, кислорода, в рультуозвуковом исследовании мы видим множественные консолидации. По сути, компьютерная томография не будет никакой роли играть для дальнейшего ведения. Тем не менее, ее назначают, ее выполняют. Тем не менее, ее назначают, безусловно, ну, потому что это протокол. Или, например, легкий пациент. У пациента нет температуры или субфибрильная температура. Или сатурация кислорода у него совершенно нормальная, там выше 97-98%. И при ультразвуковом исследовании легких мы можем увидеть, как я уже сказала, световой луч, да, 1-2, то есть без наличия консолидации. Этим пациентам, конечно же, тоже не нужно назначать компьютерную томографию, а надо следить за сатурацией, надо следить за анализами крови, да, и если есть какие-либо изменения в клиническом течении или в лабораторных показателях, то тогда надо делать компьютерную томографию. То есть компьютерную томографию нужно делать в не очень понятных случаях для того, чтобы отдифференцировать, если, например, ПЦР отрицательный или нет этого ответа, и надо понять, всё-таки это бактериальная инфекция или вирусная, но тогда, может быть, нужно пациенту проводить компьютерную томографию. То есть ультразвук на сегодняшний день в опытных руках вполне может разгрузить службу компьютерной томографии. Но я, опять-таки, ни в коем случае не говорю о том, чтобы заменить, а именно разгрузить и помочь. Я думаю, что есть специалисты, наверное, которые всё-таки с вами поспорят относительно применения компьютерной томографии, но для того мы и организуем подобного рода вебинары, чтобы обсуждать эти темы и вот в этих обсуждениях находить истину. Мне так кажется. И заканчивая уже на наш вебинар, здесь ещё появился вопрос по пневмотораксу. Использование ультразвука при этом осложнение. По-моему, мы говорили 6 месяцев назад об этом. Но ещё раз будьте добры, повторите. Конечно, ультразвук – это стопроцентная диагностическая точность для выявления, для диагностики пневмоторакса. Есть диагностические артефакты изменения при ультразвуковом исследовании лёгких, на которые мы ориентируемся. Кроме того, мы можем найти даже границу пневмоторакса и дальше даже динамическое наблюдение этих пациентов. Там это отсутствие скольжения лёгкого, появление так называемого бар-кода или а-линии. И, наконец, это так называемый пульс лёгкого. То есть это граница между нормальным лёгким и той зоной, где есть пневмоторакса. И последний вопрос, который очень важен. Как вы обрабатываете прибор? Каким образом вы сами защищаетесь, защищаетесь во время исследования? Что вы порекомендуете? Потому что я знаю, у вас колоссальный опыт работы за эти 6 месяцев. И вот эта рекомендация, я думаю, очень важна. Защита должна быть, если мы говорим о врачах, то это абсолютно такая же, какая у врачей, которые работают в ковидных центрах. То есть это средство индивидуальной защиты с обязательным ношением очков и экранов, а также защитных перчаток. Что касается аппаратуры, то на аппаратуру, как правило, нужно, мы пользуемся определенными, такими целлофановыми, скажем так, обертываем наш аппарат, наш монитор, и датчики в том числе имеют защитные чехлы. То есть мы обрабатываем до, надеваем чехлы, и дальше очень хорошо, если возможность есть у аппаратуры, записывать все в архив, и дальше уже, выходя из палаты, мы снимаем защитные датчики, обрабатываем, и уже вне палаты мы анализируем те данные, которые мы получили. Ну и приборы, которыми вы работаете в красной зоне, они работают в красной зоне. Да, 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 да. Это однозначно нельзя транспортировать из зеленой зоны в красную, из красной в зеленую, то есть приборы должны находиться именно в красной зоне, они должны быть от начала до конца, и, безусловно, потом они должны пройти определенную обработку и резинфекцию. Спасибо. Огромное вам спасибо за замечательную лекцию. Мы, наверное, уже будем завершать наш вебинар. Практически все вопросы отвечены, получены ответы. Если появятся еще вопросы, соответственно, мы ответим в письменном виде, если там будет указана электронная почта. Я сразу хочу сказать участникам вебинара, что вебинар записывается, и запись этого вебинара в скором времени будет выложена в интернет, и ссылки всем зарегистрировавшимся мы пришлем. Огромное вам спасибо. Я еще раз хочу выразить глубочайшую признательность организаторам этого замечательного вебинара. Леонид Михайлович, спасибо вам большое за прекрасную модерацию и мероприятие. Она действительно была профессиональная, очень таргетная, прицельная, все вопросы были интересные. Я хотела бы также поблагодарить участников вебинара, что вы присоединились к нему, послушали за интересы вашей стороны и вопросы. И хотела еще раз сделать акцент на том, что мы сейчас находимся в начале большого пути. У нас у международного медицинского кластера с компанией General Electric есть планы реализовать большой образовательный проект для врачей УЗИ-диагностики. Поэтому сейчас мы смотрим с оптимизмом, то есть у нас есть 2-3 месяца для того, чтобы этот проект сформировать. Мы хотим, чтобы это был уникальный проект, которого нет на данный момент сейчас в Москве. То есть, чтобы это была такая, в общем-то, интересная информация конкретно для вас, для тех, кто пользуется этой информацией. И мы будем очень благодарны, если вы дадите нам обратную связь. То есть, в каком виде вы бы хотели, чтобы был реализован этот проект, какой формат образовательных мероприятий максимально для вас интересен, что вам не хватает в вашей практической, в общем-то, деятельности. Как вы видите, у нас есть здесь замечательный учебный класс, на котором будет установлена в дальнейшем образовательная программа от компании General Electric. И мы сделаем максимально все возможно для того, чтобы это было полезно и интересно для вас. Таким образом, и фонд международного медицинского кластера будет выполнять свою миссию в виде трансфера лучших зарубежных практик, и компания General Electric сможет делиться с вами самыми актуальными интересными наработками. Поэтому хочу вас еще раз поблагодарить, поблагодарить Ирюю Михайловичу, Айтану Кладовну, Альбину Викторовну за то, что вы сделали возможным вообще это направление для нас, за то, что вы откликнули сложный период, оперативно нам помогли организовать первый вебинар, и за то, что мы продолжаем с вами вот все это время взаимодействовать и создавать такие полезные образовательные продукты. Уважаемые участники, мы ждем от вас обратной связи, вы можете присылать нам свои пожелания, предложения, мы можем с вами связаться, и мы обязательно это все учтем. Поэтому я надеюсь, что это не последний наш вебинар, что мы действительно в начале пути и будем не раз устраивать вот такие полезные вебинары. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.